Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour Наша любимая игра становится популярнее Ну а на ваших экранах карта Каньон И два китайца будут рубилово устраивать самое настоящее Данный поединок проходил в рамках шоу-матча Поэтому я в конце озвучу какой был счет И справа стартует под красным цветом Китай Ядерное Оружие Игрок с никнеймом Stinger Его соперник Китай Танки под розовым цветом В игре здесь никнейм Кристина Фокс Ну одному, наверное, фастику известно Что означает Кристина Фокс Вообще больше этого игрока знают в комьюнити под никнеймом именно Фастик Вообще данное противостояние, оно всегда очень интересное Нюк это скорость, танк это мощь И очень многое зависит от карты Что ж, интересный сапплай устанавливает Stinger Берет нижний, далекий от мейна Филд плюс военный завод Можно даже сказать, что он более-менее такой классический вариант Хотя у Нюка против танка просто уйма вариаций развития Хоть два завода играют, хоть завод плюс барак Хоть завод плюс филд, как сейчас показывает это китаец Но что касаемо танка, тот решил сыграть закрыто Военный завод плюс барак Так, сапплай стоят у себя на базе И знаете, у танка есть вариации, их не так много Тут либо ты играешь два завода, тут либо ты играешь завод и бункеришься Что сейчас Фастик нам и демонстрирует Вообще эти игроки, если брать в плане скилла Да, не какие-то там хайпро скиллы Ну и не слабые игроки, поэтому смотреть поединки здесь очень даже интересно На таком уровне Что ж, дракон пытался проехать Ну вот хороший бункер, плюс также помогает, посмотрите, батлмастер Главное не потерять дозер Потому что Нюк это тот генерал, который может их утилизировать за счет своей скорости Ну и, конечно же, маневренность еще Хеликс придает Еще быстрее становится ядер Он будет перемещаться, как бешеный по карте Но вот один дозер, который идет на третий сап, сейчас может быть перехвачен Бьется здесь башня Хеликс как раз-таки туда и подъезжает, смотрит Если что-то здесь или нету Нету, находит дозер А вот дальше решил пойти просто на, скажем так На мейны Слушайте, неплохой Хеликс Но, возможно, даже не стоило оно того Потому что убил вроде бы здесь гатлинг БМ, но вышел еще один гатлинг и смог спасти Возможно, стоило после убийства дозера отлететь назад Но тут батлмастер Посмотрите, второй дозер танкиста Ох, как же часто на этом игр и заканчивается Когда танк теряет второй военный завод Но не в этот раз Бункер здесь также помогает Будет ли третий сап от стингера? Дозер подъехал, пора Пошел опять дракон А бункеры все знают Батлмастеры катаются Да, медленно, но с двумя лучками Какие они мощные И тут главное просто подбирать и вылавливать этих ребят Они сжигать Ого-го, как умеют Да, дракон поймался В третий саплай ставится На самом деле Я жду тут уже пропаганду от Нюка Может быть, конечно, увидим сначала второй военный завод Но мне кажется, что спамом А уже есть второй военный завод у танка Здесь пропаганда будет более выгодный вариант Но Хеликсы заново И командный центр От греха подальше Танкист все прекрасно понимает Ну а потом уже можно идти в третий саплай Есть на карте еще справа и слева по одной вышке Причем вперед, посмотрите Полетел фастик Ну тут два БМа, один гатлинг Не так серьезно Потому что Хеликс сейчас всю эту группу сможет избить И ранг Нюк получит так же быстрый Если сильно постарается Все-таки двухлучковые батлмастеры У них есть один грешок Эти двухлучковые БМ Они очень мощно рангодают сопернику Поэтому их терять нельзя Ох ты, какой ракетчик тут в домик забегает Блок, между прочим, военного завода Придется в любом случае сейчас, наверное, выводить дракон По-другому никак Еще берется здание Ну, мне нравится, танкист Не то, чтобы это прям какой-то сверхмощный дамаг будет Хотя и мешать будет Но это самая главная разведка Это видимость карты Да, и выходит дракон Придется здесь выселять Пропаганду устанавливает у нас танкист Не решился сразу идти в третью сапплай Что касаемо Нюка Второй Хеликс вышел Так, пропаганда Да, пропаганда так же ставится Вот здесь на углу Причем Нюк все-таки свою базу растянул Танк играет более кучно Ну, потому что танк он со старта запланировал играть пассивненько От защиты Накопить огромную пачку войск И потом пойти сносить своего соперника Ну, наверное, по крайней мере, такой план Вот справа фланга 4 БМа и 3 Гатлинга Хеликсами, в принципе, играть в затяжную против танка Это тяжело Потому что Гатлы у танка дешевые Они дешевле, чем у всех остальных китайцев И они еще имеют лычку Поэтому здесь не совсем понятно, насколько это целесообразно Есть на контратаках Может быть Но здесь опять же есть Гатлы Просто так сливаться не то не собирается И Хеликсы неужели на убой? Нет, в этот раз Тингер все-таки поаккуратнее отыгрывает Не пошел сливать Ну, а справа здесь теряет военный завод Теряет сапплай И, возможно, сейчас потеряет пропаганду Построила опять же близко И сейчас она в одиночке Нет Отходит танкист назад У него еще на базе есть мощная группа Пошли уже Еценки И в этой ситуации Хеликсы Ну, мне кажется, уже точно не совсем рабочая схема Да, выходит Оверлорд Ну, как сказать не совсем рабочий на контратаках? В лобовую идти не получится Если только замочить все эти Гатлы Тогда да Уже Бункериц начинает Нюк И вот как раз таки картина меняется Казалось бы, танк играется в защиту Теперь приходится Нюк полностью играть в защиту Хеликс надо отводить Вот здесь хороший Оверлорд Хорошая Яценка И не пропустили танкист Оставленную свою армию Отходит назад Черная лотос от Нюка А, кстати, где черный лотос? Вот и черный лотос от танка Здесь надо захватывать нефть Обязательно Две группы есть Будут ли они воедино в одну группу? Сходиться или нет? Но пока еще первый ранг у Стингера Уже второй ранг имеется у Фастика Если забрать 4-5 БМов Я думаю, там к третьему рангу можно будет вполне подойти То есть сейчас у Нюка есть шансы Но у Нюка все еще нет командного центра Он все еще играет в один военный завод Да, здесь армия Ого-го Два Оверлорда Если было бы 2-3 Геценки То вообще была бы не проблема Но есть одна Строится командный центр На этих Оверах сейчас Вся надежда китайская Так, а что здесь? Лотос Она встала прямо по центру базы Вау, даже на вышки не пошла Есть 3-сапплай от Фастика И он захватывает свою вышку Он все делает правильно Стингер как-то решил рискнуть Здесь постоять лотосом Так, армия танкиста идет все дальше Вот-вот осуществится план Осуществится Танковая мечта И Хеликсы Хеликсы пошли в замес Ой-ой-ой-ой-ой Даже непонятно Зря или не зря Но В принципе В принципе Даже еще ни один Хеликс не слил Класс И это мгновенный просто Третий ранг от Нюка Да, да Добили здесь Хеликс Ну смог Потерял два Овера Вышел третий Овер И Хеликсы здесь действительно пригодились Максимально классно Может быть Где-то Фастик чуть-чуть не доконтролил В целом Снигер отработал шикарно И оба генерала уже имеют третий ранг Ну и пошли повышение Да Ковровка Естественно Арт-удар Здесь Овер заморозили Неприятно Ну и ответный арт-удар У танка ковровка появляется только с пятого ранга Мейн решил разбить Два военных завода отлетают Нет, все-таки Военный завод и Саплай отлетает А здесь по филду Не нравится танку этот филд Не нравится Хеликс Но здесь уже пошел Такой полный спам Оверов Причем Хеликсы помогли Оверу По всей видимости Освободиться от этой ЕЦМки Ну и группа есть Группа есть Можно попробовать слева Сапл Убить, кстати Ничем не защищен Вообще Ни одного Гатла не стоит здесь у Фастика И почти уже четвертый ранг от Нюка Хотя На самом деле Ой-ой-ой Лотос-то перехватило Посмотрите Командный центр отменила И перехватило пропаганду Танк здесь не законтролировал Даже я потерял ход своих мыслей О чем хотел сказать Ага Буквально две минуты назад Казалось бы Ну все Нюку конец Пришла огромная пачка Да вот нет Смог вывернуться Хватило, скажем так Скилла Хватило усилий И очень важно не терять Последний дозер Единственный даже дозер Который отстраивает Командный центр Но я смотрю Саплайв не осталось Зато есть вышка Ну и 5К Конечно Флуата Поэтому Фасик Сейчас сможет отстроить Саплайв И пойти опять забрать Свой верхний Но в целом У Стингера ситуация Сейчас намного лучше Он восстанавливает Свой второй военный завод А где кстати Лотос А Лотос-то берет Еще одну вышку Мне кажется Танк очень правильную ставку Делает у него Да, экономику Побрели хорошенько И вышки сейчас будут качать Вот она Гадюка Вот она Черная Лотос Которая здесь Сильно Скажем так Нагадила Ну Хеликсы там Не подлетят Очень все аккуратно Уже 3 танка Оверлорд Яйцем как не Присоединяется Без филда Конечно Уже нет смысла Нарастать филд И было правильным решением Строить второй военный завод Хеликсы Они в принципе Так и есть Хеликсы будут надоедать Но вот здесь Лотос Надоедать Естественно Танку Здесь пробирается Лотос Она схватила Две вышки Она сейчас Начинает захватывать Командный центр Ну Я думаю Должен Стигер продать Или это будет Сильная ошибка Если не продаст Командный центр Да Он продается Инфа Есть что Лотос на базе Здесь нехилая пачка Собралась Ну Либо это Вабанг Либо как-то Под затянуть время Пошел танкист Вперед Там конечно же Стоят оверы Захватывается военный Завод И все таки Хеликс Те самые Хеликсы Они здесь Отрабатывают Максимально Вышла своя Новая Лотос Спалила Вражескую Хеликсы Отработали Но Приходится Перестроить Командный центр Правда Два дозера Ну нельзя Так два дозера Держать В такой момент Рядом Опасно И есть Треть Саплай Экономически Великолепно Сочувствует Сейчас Нюк Нет Не решился Дальше Пойти Танкист Но Отстраивает Пропаганду Да Наверное Хочет Новый Лотос Заказать И Следовало Быти Быстрее Занимать Саплай Все таки Денюшки У танка Сейчас Хотя Вышки Одну Вышку Уничтожили Те самые Хеликсы И пошли Уничтожать Вторую Вышки Дали Очень много Экономики Мне даже В конце Этого Поединка Будет Интересно Посмотреть В плане Денег Хотя Визуально Нюк Вроде бы Должен быть В преимуществе Но Вышки Блин На две Это как Полноценный Работающий Саплай И Достаточно Вышки Эти долго Работали Особенно Которая Справа Снизу Четыре Оверлорда Пять Оверлордов Нифига Себе Унюка Там Ну да Это мало БМов Есть Конечно Ецемки Было бы Штук Шесть Ецемок Можно Было бы Вообще Все это Переморозить Попытаться Но Не забываем Что там Есть Хеликс И Хеликс Это тоже Досадно Для танка Я уже об этом говорил Пока Дозер на базе Наверх Не идет Но здесь Стоит Лотос Кстати Она оставилась Чисто для Палева Смотреть Выходит Лотос У танкиста Так Хеликсы Справа Летают Ну Можно Кстати Гаубицу По приколу Убить Ага И Гатлинг На базе А чего Боится Неужели Лотоса Таким Способом Защищается Ну Слушайте Интересно Гатлинг Я не совсем Понимаю Вообще К чему Но раз Есть свободные Деньги Может быть Он и пригодится Оверы Идут Вперед Ну Мы Помним Что Есть Ранг Правда Еще Наверное Откатился Арт Удар Надо До четвертого Ранга Дожить Танкисту И Чтобы У него Были Мины Будут Мины Можно Будут Подловить Но Опять Женюк Тоже Он Лоб В лоб Тут Боится Идти Через Лотоса Будет Через Разведку По всей Видимости БМов Очень Много Но Тут Хеликс И Не Растянуть Армию Сложно Потому Что Начинает С двух Сторон Та самая Маневренность Во всей Красе Причем Эти Оверы Быстрее Ходят Чем Эти Медленные БМ Представьте Себе Хотя Юнит В два Раза Больше Но Они На Ядерных Бешках У них Все Быстро Арт Удар Так Нужно Свою Армию Отвести Арт Удар Пошел В сторону Пропаганды По всей Видимости Начинается Здесь Драка Даже О Хотел Все-таки По Армии Попасть Но Не Удалось И Минус Один Овер Лорд Да Пастик Оказался Не Таким Скажем Так Невнимательным А что Там Делает Лотос А Лотос Денежки Ворует Сапплай Работает На две Стороны Ну Слушайте Нюк Здесь Принимает Очень Плохой Бой И Бэтлмастер Танк Отработали На сто Просто Процентов Вообще В такой Ситуации Можно Пойти Давить Когда Так Много Оверов На моей Памяти Были Ситуации Когда Один Оверлорд Ядерный Мок Раздавить 4-5 ВМ Не при Очень Хорошем Контроле А вот Здесь Где Катлинги Та Боже Какая Последовала Мощная Ответка Это Пятый Ранг Просто Моментально Дают Ну и Только 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 Опять же Показалось Фастик Все сделал Шикарно Есть Еще Гатлинги Отбился Правда Остались Здесь Еще А вампосты Но ситуация Прям сверх Хреновая Скажем так У танкиста Блин Ну благополучно Отбился Вот эти Феликсы Досаду Свою Все таки Они принесли Не зря Не зря Стингер Их не терял Контролил Пошел Арт Удар Четвертый Ранг Против Пятого Между прочим Лотос Все еще Ворует Здесь Деньги Экономика Поэтому Есть На своей базе Вроде как Справляется Падает Эми Бомба Тормозить Повышения Которые Могут Быть Сейчас Вскорен Тут Два Каленых Поста Поэтому Гатлинг Должен Справляться Еще Может быть И Лычку Сейчас Заработает Ага Лычкованный Ракечкину Решил Отойти Лотос Вечно Будет По всей Видимости Воровать А здесь Посмотрите Лотос От Стингера Да И командный Центр Продается Таким Такой Интересной Анимацией Пока он Был Выключен Что ж Дозер Вроде бы Как Остался Ничего Сейчас Не угрожает Надо Пытаться Строить Командный Центр Ну и Своей Лотос Все таки Продает Стингер Сапплай Он понимает Что ее Постоянно Воруют И решил Не париться А продать Ковровочка И как Неприятно Здесь Подъехал Дозер Там Минус Вау А Дозер Еще и живой Остался Минус Военный Завод Минус Два Гюнита Но Дозер И Лотос В ответ Отнимает Еще Пропаганду Ну что Сделает Лотос Танка Неужели Только у Стингера Получается Ей Играть Настолько Хорошо Хотя У танкиста В принципе Лотос Сделала Хорошие Дела Она Имела Вышки Отменяла Зря Ну куда Что Девочка Похвалил Ее И успеет Ли достроить Наверное Успеет Но дракон Тут же Сожгет И В ответ Сейчас По всей Видимости Будут Перехватываться Здания Но здесь Главное Сейчас законтрить Продать Свои здания Это Победа Нюка Ничего Особо Беды Здесь Не предрекает Да Сжигается Опа Неплохой Дроп Кстати Буталумастер Шикарный Дроп Я бы сказал И пошел Перехват Что Стингер Допускает Сейчас Мощнейшую Ошибку Он отдает Военный Завод Ведь у Фастика Там Кое-какие Деньги Есть И Дракон Здесь Выживает Помогает Аванпост Да Все равно Будет Командный Центр Здесь Убиваться Без Повышения Будет Играть Танкист Но Забираются Следующие Здания И Конечно же Конечно Танк Будет Теперь Производить Юнит С Военного Завода Нюка Почему бы И нет Сам себе Проблемы Здесь По сути Придумывает Стингер Сам себе Проблемы Отхватываются Здания Да Он тут Занят Тем Чтобы добить Базу Сво Соперника Но База Соперника Уже На твоей Базе И Саплай Также Не Продал Чем Больше У Фастика Будет Зданий Тем Больше У него Будет Шансов На Победу И Нет Никаких Юнитов Да Ну Нафиг Ну Как же Так Ай Надо Было Подальше Проехать Посмотрите Пулемет Все-таки Дает Своё Дело Есть Еще Электростанция Вот этот Дракон Если бы Зашел Дальше Здесь Еще Лотос Орудует Но Опять же Дракон Дет Зачем Под Пулемет Нужно Действовать Аккуратнее Не Забываем Что У Нюка Еще Остались Повышения У Нюка Еще Есть Шансы Хотя Ну Вот Судя По тому Что Происходит Они Становятся Не Больше Чем У Танкиста Да Заходит Просто Дракон Под Командный Центр Здесь Правда Есть Двумя Лучками Дракон Опасный Дядя И Сжигается Командный Центр Нюка Фастик Полностью Выравнивает Шансы Да Даже Имеет Больше Юнитов Но У Стингера Пошел Выживать Дозер На самом деле Беда Оттуда Откуда Ее Не ждали Просто Делает Лотос Дела И Вот Знаете Казалось Красивый Поединок Ребята Вроде Как Контролят Меняются Но Выдает Выдает Их Уровень Тот Факт Что Ну Будь Игрок Допустим На Профессиональном Уровне Я думаю Что Шансы Того Чтобы Захватить Лотосом Здания Они Сокрасились Процентов Так На 70 Потому Что Это Все Нужно Продавать И Не Испытывать Таких Проблем Но Не Справился С Этим Нюк И Теперь Проблемы Теперь Большие Проблемы Последнее Здание Остается У Стингера Два Здания Есть У Пастика Ну И Дозер Все Таки Выжил И Поглядите Находит То Самое Место Где Отстроит Свой Командный Центр Сейчас Будет Решаться Все Дракон Здесь Воюет С постом Дракон Каленый Сапалтраки Выдают Местоположение Дозера Последних Зданий Ай 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 Едут Туда Где Строится Командный Центр Здесь Пришел Тот Самый Дракон Который Чуть ли Не Был Уничтожен Там БМ Но Лотос Его Морозит Это Последнее Здание Минус Был Военный Завод И Остается 20% Достроить Жги Если Не Дождет Замешкался Здесь Дракон Какой Нафиг Дозер Ай 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 Повышение Будет Не Будет Успеет Не Успеет Вот В чем Вопрос Сжигается Командный Центр Надо Раньше Начинать Сжигать Полетела Там Ковровка Продается Командный Центр Дозер Удира Денег Нету Но Хотя Будь Деньги На Каркас И Лотос Все Еще Отрубает Дракон Но Дорогие Друзья По всей Видимости Несмотря На Эту Ошибку Которую Допустил Нюк Он Добивается Победы В итоговом Счете И Это Было Потно Ребят Но Это Была Единственная Победа Стингера В этом Шоу Матче Фастика Долела Со Счетом 6 1 Но Вот Мне Было Интересно По Экономике Да 10к Преимущество Практически В деньгах У Нюка Но Нюк Очень Долгое Время Добывал В 3 Саплая Танку Вообще Почти Не давали Сделать Если Были Эти Вышки Я думаю Здесь Ну Было Было 45 Тире 50 К Поэтому Вышки Они Дали Очень Много Что Ж Друзья Оставляйте Своё Мнение В комментариях Обязательно Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Не забывайте Про группу Вконтакте И Дискорд Канал А я С вами Не прощаюсь